Огромнейший привет! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии по-прежнему ослепительная Александра Хайрулина. Роман Шахов. Привет огромный! Мы очень рады, друзья, потому что обещали вам гостей. Вот они, пожалуйста, получите. Вот они, красавцы, сияют. У нас в студии Дмитрий Хрусталёв, шоумэн, актёр, телеведущий, и Дмитрий Сарвин, режиссёр, постановщик. И художник. И художник-постановщик тоже, да? Вот так вот. Какие мы, какие мы молодцы. Дорогие друзья, дело в том, что у этих талантливых людей завтра будет интересное творческое событие, о котором мы сегодня счастливы рассказать. Итак, Доказуева и замечательный спектакль «Игра втроём» по пьесе Эмиль Брагинского. Дмитрий Хрусталёв в главной роли, а также... Саша, вы подготовились так хорошо, да. Спасибо огромное. Вы могли бы и сами рассказать, но вы это очень красиво делаете. Что же будет завтра в Доказуеве? Виктор Васильев и Полина Сиба-Гатулина. Вот. И значит, втроём завтра ребята будут что-то... Да. Люди такого уже предпенсионного возраста могут помнить нас по игре замечательной в КВМ. Ну, а как... По весёлых нахочек. В сборной Санкт-Петербурга. Люди помоложе могут... могли нас видеть с Виктором Васильевым в Comedy Club в такой эпизод в нашей жизни. Да, с Полиной Сиба-Гатулиной могли нас видеть в Comedy Woman. Точно, совершенно. Виктор Васильеву могли видеть на первом канале в передаче «Естудэй Лайф» и ещё много передач, которые, к сожалению, теперь закрыты. А я работаю в вечернем «Урганте». Да, Димочка, конечно. Ну, если вы нас и после этого не узнали, то просто приходите завтра на спектакль. И вы посмотрите другую стезю нашей творческой деятельности. Да, но «Урганта» не будет завтра в Доказуево. В Доказуево? Не факт. А в зале, может быть, да? Может быть. Как пойдёт? Ребята, как началось-то это вообще? Как нашлась эта пьеса? Не самая известная пьеса? Во-первых, мы с Димой познакомились очень давно. Это было всё в Питере. В Санкт-Петербурге, да. Мы из Санкт-Петербурга, мы жили там. Колпино. Колпино. Колпино, да-да-да. Колпино и познакомились, да. Потом Дима с его коллегой Илья Мощицкий, такой замечательный режиссёр тоже, предложили мне играть в театре. Я им сказал, да куда вы, ну куда вы меня, я же квенчинг, ну какой театр? Я не актёр. Образование это там тоже какое-то космическое. Они мне говорят, тщ-тщ, спокойно. На следующий день принесли мне диплом артиста, подписанный... Плутунов, директор театра. Слушайте, каким образом это делается? Молодые сейчас зрители и слушатели интересуются этим. Слушайте, ну зайдите в переход станции метро Невский проспект и, пожалуйста. Дима, Дима Сарвин, к тебе обращаюсь. А что же такое в Дмитрие Хрусталёве было, что ты вот так вот готов был даже диплом, собственно, ручно напечатать, сдать и подписать? Ну, кстати, прямо... Сейчас аккуратно. Вот сейчас, да, надо же. Действительно, собственноручно сделали диплом, чтобы Митя не говорил. И он всё время говорил, ну, ребята, ну я вот... Кокетку строил и себе... Вопросов нет, диплом есть, всё. Ты артист, профессиональный. Причём, значит, я пригласил Митю, я правда думал, вдруг не получится. Ну, мало ли, да. Но видел же где-то, как Митя работает. Ну, я видел, конечно, в КВН, всё. Я прекрасно понимал, что вот я хочу именно... Митю этот проект и пригласил его в Мюзик Холл. Ну, вот, и я думаю, если что, я сделаю роль, ну, такой, конферансе. То есть будет с публикой общаться, что Митя, естественно, я... Блестяще выполняет. Митя ровно начал так вот такую вот историю с такого некого конферанса. И последнее, там было три новеллы. Всё, Митя уже играл. Это было феерично. Я понял, что Митя – это очень хороший артист. Всё с опытом. Всё рыдали. И тогда мне вот ребята, режиссёр и Дима сказали, что, ну, поздновато. Я спросил, а может быть, в театральный пойти, поучиться? Поздновато. Не зря же на актёрское в театральные вузы берут до 25 лет. Потому что после 25 уже характер сложившийся. И в театральных вузах характеры ломают и делают из актёров такой пластилин, из которого режиссёры лепят. Ты разговариваешь с актрисой, Митя. Могли же сломать, а ничего нового не выросло. Поэтому вот они... Я думаю, что Дима именно переживал за твой талант. Красиво говорите слово «вот». Я ещё хочу добавить от себя. Я всегда просто добавлю. Всегда своим студентам, когда провожу мастер-класс, рассказываю про Митю. Потому что я говорю, вот многие учатся, учатся в академии и в институтах. Я считаю, что... Не в коне корм, да, бывает. Не надо, да, потому что у Мити есть такая вещь, как игралка. Когда мы начали игру втроём, думаю, сейчас это драматическое произведение. У Мити есть игралка? Это двояха звучит. Игралка — это такой профессиональный термин. И Митя выходит, я думаю, сейчас надо объяснить, что дорога, что устал. Он выходит и называется «Шлейф событий». Он тащит такой шлейф событий, я даже вижу пыль на его пиджаке, который нет, он ехал всю эту дорогу. Я понимаю, что нет вообще смысла даже. В общем, самородок, Дима, самородок. Величайший актёр Дмитрий Христалёв и величайший режиссёр Дмитрий Саровин у нас в гостях. Мы продолжим общаться. А сейчас давайте величайшего артиста и музыканта выпустим. И о величайшем песне у нас, кстати, да. Давайте слушаем, смотрим. Александр Иванов. Бледный бармен с дрожащей рукой, Дым от табачного пленный, И так, что согласна ехать со мной, Тоже является частью вселенной. Счётчик-такси, похожий на пульс, Прямо во двор и налево. Звёзды, взлитый трассирующих пульс, Тоже является частью вселенной. Чёртый ковьяк, Разбавленный хлеб, Сжатый нерв на колени, Губы твои, Словно карточный блеф, Тоже является частью вселенной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тусклый рассвет в холодном окне, Время конвейерной лентой, И всё, что сейчас происходит во мне, Тоже является частью вселенной. Тоже является частью вселенной. Тоже является частью вселенной. Кто же является частью Вселенной? Друзья, в нашей радио- и телевселенной сегодня дорогие гости Дмитрий Хрусталёв и Дмитрий Сарвин. И мы обсуждаем, что будет случиться завтра в Деканзуево. Друзья, сейчас вы видите наших замечательных гостей на своих экранах. Вечером вы увидите Митю, скорее всего, в вечернем Мурганде. А вот завтра в Деканзуево нужно обязательно пойти. Возможно, Дмитрия Сарвинова вы не увидите, потому что он режиссёр этого действа. А на поклон, подожди. А на поклон. Можно будет его поискать. Об глазах, да. Всё-таки в зале, в зале подойти за автографом. Итак, игра в район. Поговорим про этот... Замечательный спектакль. ...постановку. Да. В 2007 году, в конце 2006-го, Дима Сарвин предложил нам, мне, Виктору Васильеву Полинису и Богослову... Состав тот же. ...на которого мы говорили чуть ранее, поучаствовать вот в этой постановке. Ребята отнекивались, но мы убедили их, что давайте мы сделаем этот продукт. А там, ну как пойдёт. Ведь спектакль — это живое существо, живое для зрителей. Если мы сделали постановку, и зритель не ходит, спектакль умирает. А если зритель продолжает ходить, то спектакль живёт много лет. У Димы Нагиева к Исе идёт лет 17. Интимная жизнь, где играет Мегицко, Боярский, жена Боярского Лариса Лупиан. Идёт уже около 25 лет. И люди ходят, продолжают ходить. Есть такие спектакли. Вот мы в 2007 году этот спектакль в Санкт-Петербурге поставили по пьесе Милибрагинского. И 7 лет мы с успехом на малых площадках. Петербурга. В Петербурге, да, давали. Заезжали два раза в Москву в тот период. С Газборгией. Заезжали, это точка, заезжали два раза в Москву. И вот сейчас, да, по прошествии трёх лет, просто последние три года очень большая занятость на телевидении была. И пришлось чуть-чуть отказаться уже от театра. Но в начале этого года решили, а чё это? Когда мы все уже в Москве, осталось только режиссёра позвать сюда декорации новые сделать. А режиссёр что-то обновил же там за это время. Да, обновил. Намного что-то обновили. Да, мы новые костюмы сделали, новые решения некоторых вопросов этой постановки другое. Сценография другая. Петербург стал более стильный, на мой взгляд. То есть он стал такой... В нём стало больше пластов. Если там у Брагинского их несколько, есть очень интересная интрига, то там ещё интрига и в интриге, и ещё несколько пот-пот-пот-пот. Ребята. Премьера же состоялась 3 марта уже, да? И вот завтра это будет ещё один показ. Оль, ой, ой, почему я тебе... Саша, Саша, извини, пожалуйста. Саша, премьеры у спектакля, они идут не один день, а несколько, несколько постановок. Ну, самое первое. Я думаю, что полгода это называется премьера. Год, год, официально год. Год, год, это премьера идет. Позвольте задать вопрос. Я хотела вот о чём спросить. Вы уже выступили всё равно в обновлённой версии спектакля, и вот по личным ощущениям, вы по-другому уже как-то, Дима, выходите всем составом на площадку? Дело в том, что после 3 марта ещё обновили. 3 марта это была такая, грубо говоря, генеральная репетиция на зрителя, да, со зрителем. Потому что, ну, дело в том, что когда мы начинали делать эту постановку, мы были ещё КВНщиками, выходцами из самодельной... Я не ошибаюсь, 7 лет назад когда? 10 лет назад, да. За 10 лет многое поменялось, да. Мы уже пришли, мы уже снялись каких-то, ну, давайте будем называть их фильмами. Киноработы. Да, киноработы. Мы принимали участие в постановках на эстраде. Набирались опыты. Да, и мы... Я не себя сейчас на мы называю, а Виктора Васильева и Полинку. Мы уже прекрасно понимаем разножанровость. КВН это одно позиционирование себя на сцене. Эстрада это другое. Театр это третье. Сериал это четвёртое. Фильм это пятое. Хороший фильм это шестое. Это абсолютно разные жанры, и надо по-разному существовать в этих разных жанрах. Самый сложный это, конечно, театр. Конечно, нет. А завтра всей семьёй обязательно вы должны отправиться в Доказуево. Там пройдёт замечательный спектакль, игра втроём. Дмитрий Хрусталёв, Полина Себогатулина, Виктор Васильев, режиссёр Дмитрий Сарвин. А у нас сегодня Дмитрий и Дмитрий у нас... Слушайте, не избивайте, Дмитрий, я боюсь, и так забышь что-нибудь. По пьесе Эмилия Барагинского, надо сказать. Приходите, даже если вы в Москве не живёте, покупайте билеты на самолёт, на поезд, приезжайте. Мы всё вернём. В районе Белорусской, там всё, хорошее место. Так, вы больше нигде не сможете посмотреть, потому что он только проходит в Москве, только в Доказуево и только поставил его Дмитрий Сарвин. Больше нет постановок. Нет, постановки были, но они, скажем так... Не выжили. Они были давно, и, скажем так, по сути... И неудачные. Ну, тут не будем этого говорить, надо смотреть. Интересно в том, что пьеса редчайшая. То есть если вы возьмёте Эмилия Барагинского, начнёте читать, вы её не найдёте. А мы скажем, что, может быть, для телезрителей, радиослушателей, напомним, просто Эмилия Барагинский не все знают, это серый кардинал нашего кинематографа. Это соавтор Эльдара Рязанова. Рязанова жили на одной лестничной клетке, ходили друг к другу на работу. И это все фильмы Эльдара Рязанова написаны сценаристом Эмилем Барагинским. Служебный роман, «Ирон сельбу и с лёгким паром». «Берегись автомобили». «Берегись автомобили». «Гараж». «Гараж». Мы можем даже и устроить викторину, кто последний назовёт фильмы, которые написал Эмиль Барагинский. И вот Дима начал говорить, эту пьесу никто нигде никогда не ставил. Пару раз в Твери в 98-м году, где-то в самодеятельный театр в Хабаровске, по-моему. Даже сам у нас на 3-го числа, на 1-й премьере, был сын Эмили Барагинского, Виктор Барагинский, известный художник. Он сказал, что «Я не знал, что у папы была такая пьеса». Это, кажется, это последняя или предпоследняя пьеса работа. В 97-м году, по-моему, 20 лет назад. За год до смерти. И я случайным образом нашёл эту пьесу, буквально. То есть она вышла один раз в современной драматургии. Всё, больше её нигде нет. И даже, чтобы найти, ещё раз мы стали восстанавливать, пошёл текст искать, это только театральная библиотека. В интернете нет? Нет, нет, нигде нет. Нигде нет, просто уникальная вещь. Поэтому она необычная, интересная. Там есть такие переклички с другие, с фильмами. Ой, это же так интересно, тебе эти знавательства есть. Там ссылочки такие, да? Ссылочки есть. Там есть иногда. Я даже не буду говорить специально, чтобы люди сами прочли. Лирическая комедия «Любовный треугольник». Да, вот так можно характеризовать. Чем интересна эта постановка? Тем, что я сейчас не как продюсер говорю. Как зритель. Как зритель, да. Её интересно смотреть второй раз. Дело в том, что... Так если вы всё время меняете что-то, то, конечно. Потому что там скрыта некая загадка, секрет. Секрет, который раскрывается в конце произведения. И тогда люди догадываются. Ах, вот почему они вначале вот так вот... Вот это очень хорошо, конечно. И второй раз смотрят уже совершенно по-другому, оценивая эту игру. А что делать, если вот только завтра отправишься смотреть, а второй-то раз когда посмотреть? Ответ на этот вопрос мы узнаем чуть позже, потому что необходимо сделать паузу, друзья. Скоро вернёмся. Да, совсем скоро вернёмся. Всё к лучшему. Ты, словно вольный ветер, Словно океан, Бурная река. Нет таких на свете, Смотришь свысока, Не замечая, Чтоб под пламя душу равнишь. Люди любят, когда их любят, Когда их вместе любовь разбудит. Чтоб рядом быть, Людям просто нужно любить. А ты не верил в любовь, Не верил в любовь, Не верил в любовь, Для счастья закрыт. Ты веришь, Чтоб вместе быть, Людям просто нужно любить. Я, я, я ж тебя любила, Я тебя ждала, Верила, придёт. Чувство, как ламина, Чувство, как волна, И растопит лёд, Как пламя, Чё одно молит. Люди любят, Когда их любят, Когда их вместе Любовь разбудит. Чтоб рядом быть, Людям просто нужно любить. А ты не верил в любовь, Не верил в любовь, Для счастья закрыты двери, Чтоб вместе быть, Людям просто нужно любить. Люди любят, Когда их любят, Когда их вместе Любовь разбудит. Чтоб рядом быть, Людям просто нужно любить. Ты не верил в любовь, Не верил в любовь, Для счастья закрыты двери, Чтоб вместе быть, Людям просто нужно любить. Слушай, Смотри, Страна.фм Телерадиоканал Страна.фм, друзья, И мы продолжаем общаться с нашими гостями, Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Сарвин, Актёр, И в данном случае ещё режиссёр, Дмитрий Сарвин, Спектакль «Игра втроём», Который завтра, Вдоказуева, Будет ещё Полина Себе готовлена, Будет также Виктор Васильев, И будут ли песни, Дмитрий, Ведь ты же режиссёр-то, Мюзикл, Поставивший очень много. Заставил ли ты петь Дмитрия Хрусталёва? Заставить петь невозможно. Предложить. Предложить и хотеть петь. Нет, это другая. И заплатить. С учётом, что Митя там продюсер. Значит, нет, я считаю, что это был бы мюзикл. Настолько пьеса драматическая, лёгкая, необычная, трогательная, что мюзикл из неё не требуется. Для мюзикла, на удивление, сюжет должен быть проще. Но ведь там есть танцы, хореография. Есть хореографические решения. Скажем, танцами их назвать сложно. Музыкально-пластический. Ребят, ну и давайте в эфире всё-таки скажем, да, Эмиль Брагинский, человек, который прославился в советское время, сейчас что-то пришлось подрихтовать. Насколько? Чуть-чуть. Он писал пьесу в 90-е годы. Мы не очень далеко ушли от того времени, и некоторые вещи возвращаются сейчас. Но мы всё равно чуть-чуть осовременили, видоизменили. Можно рассказать, да? Да, конечно. Что мы наших героев из санатория Подмосковья перенесли в такой мини-отельчик семейный в глуши Финляндию. Вообще класс! Красавчик. Какая экология, слушайте, сразу появилась. Это никак не меняет вообще ничего, но добавляет вот такое современное... Там есть к этому... Мы определённо это сделали, то есть оно оправданно. Дорогие Димы, ну вы же знаете, наверняка, такое выражение есть, особенно оно... Режиссёры любят его повторять, работают с актуальными. Зритель дурак, пьесы не читал. Я так не говорил. Никогда? Ну и не говори, Дим. Зачем? Зрители дурак. Зрители самые умные. Нет, ну, ради бога, не обижайтесь, потому что наши дорогие зрители... Нет, есть такие режиссёры, которые говорят... Публика дура? Да, вы ничего... Когда зритель в Советы выходит, плюётся, и режиссёр в этом случае говорит, что да, они ничего не понимают. Нет, через пять лет поймёте. Здесь же смысл другой, здесь смысл другой, что зритель не знает пьесы, поэтому надо актёрам очень доступно всё объяснить, и режиссёру тоже очень доступно всё преподнести. Ну, в общем, я это хотел вас хотя бы вкратце рассказать. Вот персонаж, понятно. Мужчины и двое женщин. Да. Ой, то есть наоборот. Нет, двое мужчин. Двое мужчин и женщин. Хотя это было бы весело. Ну, кто-то из них семейная пара или нет? Или все... Нет, 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 нет. Надо смотреть. Тут мы сейчас не будем такие точки ставить. Всё понятно с первого. Даже первая танцевальная бизансцена уже говорит о взаимоотношениях. То есть как бы мы немножко подводим. Зашифровано будет очень много. Хорошо, с кем останется Полина в конце? Ну, слушай. Так это тоже нельзя рассказывать. Сколько по времени, скажите, ребят, длится? Не больше двух часов. Антракт. А бутерброды с собой брать можно? Нет? А? Бутерброды с собой, то есть, брать не надо. Антракта не будет. Нет, нет, нет. Вы все успеют на метро. Фотографировать можно? Фотографировать, ну, без вспышек можно, чтобы это не помешало нам, актерам. Билеты где сейчас есть? Выключить желательно, в авиарежим поставить. Что еще хотел сказать? Где билеты? Где билеты? Билеты где? Билеты в кассах города, в интернете можно найти. Доказуева можно купить. Доказуева. Доказуева, конечно. Все, друзья, вперед. Сейчас у вас у нас как раз будет немножко времени, чтобы успеть заказать билеты. Да, и Митя, звоните. У нас группа «Браво любите девушек». Браво, друзья. Митя, звоните. Самый полный штиль и самый сильный ураган Ходят в синем море корабли Может, потому-то и понятно морякам Что такое океан любви Этим смелым парням И беда, не беда Путеводная им Помогает звезда Любите девушки Простых романтиков Отважных летчиков И моряков Бросайте девушки Товарищи мальчиков Не стоит им дарить Свою любовь Начертил на синем небе Я тебя люблю Белым следом Быстрый самолет Кто поздравит С днем рождения Девушку свою Так, как это делает Пилот Этим смелым парням И беда, не беда Путеводная им Помогает звезда Любите девушки Простых романтиков Отважных летчиков И моряков Бросайте девушки Домашних мальчиков Не стоит им дарить Свою любовь Этим смелым парням И беда, не беда Путеводная им Путеводная им Помогает звезда Любите девушки Простых романтиков Отважных летчиков И моряков Бросайте девушки Домашних мальчиков Не стоит им дарить Свою любовь Не стоит им дарить Свою любовь Страна ФМ СМИ зарегистрирована В Роскомнадзоре Свидетельство ЭЛ номер ФС 77 65 232 От 1 апреля 2016 года Категория 12+. Друзья, вы по-прежнему смотрите И слушаете Страну ФМ Абсолютно правильно делаете У нас Дмитрий Хрусталев И Дмитрий Сарвин Ну а завтра Завтра все это В театре ДК Зуева Мы увидим Театральное действие Которое было создано По мотивам Или по сценарию Четко ничего не меняли Эмилия Брагинского Начало в 7 вечера Билеты еще есть Хотелось бы Ребят спросить Вот еще Вы сами-то Успеваете в театр ходить Вообще вам это интересно Конечно Что смотрите Что любите Комедии, трагедии, драму, лирика Что предпочитаете Вот как зрители Давай ты начнешь Давай Диму Давай начинаем Дмитрий Сарвин Режиссер И художник И художник Я предпочитаю Скажем так Вообще по натуре Мне близки вещи веселые Скажем так И я считаю Ну как эти клап Ну все это эстрады Эстрады Я режиссер как раз Эстрады Театр эстрады И как раз музыкальных То есть я режиссер мюзикл То есть это очень мне близко Это я как рыба в воде Скажем Я могу поставить Драматический спектакль Но знаете Это как вот у клоунов Они когда долгое время Смешат-смешат Они обязательно хотят Потом сделать Очень достаточно драматический Потому что Любой клоун Оттяжка такая чуть-чуть Это философ Философ И он смеется всегда Внешне А внутри он очень грустит Из-за этого Вот поэтому Самые наши известные клоуны Они очень Они грустные Правильно говорится Самые смешные вещи Делаются серьезным лицом Нет ничего смешнее правды Вот Поэтому Я Схожу на все Я смотрю Мне очень нравится Потому что Надо с разных сторон Скажем так Видеть жизнь Но мне Когда я ставлю Мне Скажем так Ближе Веселые вещи Потому что Я считаю Что достаточно Посмотреть в окно Проблем сейчас много Зритель Который Ко мне приходит Он приходит Немножко отвлечься От повседневных Вот завтра Зрители Которые в Доказуево Придут Именно что настраиваются На смех Гомерический Двухчасовой На переживания Страдания На легкость бытия И немножко поплачут Много посмеются Я надеюсь Это будет очень позитивно Это все не так театрально Как мы сейчас пугаем Один наш Знакомый Еврей Это не важно Просто Он нам сказал Что посмотрев Эту постановку Говорит Ваш спектакль Не загрузил меня Театром Ну это С благодарностью Благодарностью Типа я уходил Не ус Смотришь Некоторые постановки Перегружает Перегружает Я очень Я засыпаю Последний раз В Метрополитен Опера ходил В Нью-Йорке Меня разбудили Потому что Про фасапы Начал Что-то там Двигается На французском Поют Вообще опера Кто это Аэль Хрусталев спит А я хожу Я просто знаком И горжусь этим Знакомством С Сергеем Безруковым И в Московский Областной Театр хожу Кузьминки Вот и так Если есть Время и возможность Хожу Последнее время Просто очень было Много В моей жизни Нетрадиционных Постановок А как это называется Антрепризы как Нет не антрепризы Экспериментальные Экспериментальные Да Экспериментальные Когда думаешь Зачем Что это Что это Ну режиссер Им надоело Зачем Анна Каренина Поездом управляет Электротеатр Не вот Электротеатр Станиславский Тортюф Мы ходили недавно Мне понравилось Но там Вот с ног На голову Тот же желток Да то есть Вот Ну мне я с удовольствием Сходил Потому что там Море приемов Да но очень сложно Я только во втором отделении Понял что Оказывается Это слуга двух господ Во втором отделении То есть это только там Обозначилось А до этого я думал Что происходит Дима Ну это здорово Сложно ли учить Ребят без театрального образования Вот расскажи пожалуйста Учить Ну как роль объяснять Или уже опыт Берет свое Ну не на сцене Уже тысячу лет Да нет Нет Это все не сложно Во-первых Режиссер вообще Профессия молодая Угу Сколько лет А вообще театр обходился Без этой профессии Прекрасно Был драматург Он написал Сейчас Он что-то подсказывал Рискуешь у многих режиссеров Отобрать Хлеб Конечно Ну Поздно В любом случае Артисты это тоже понимают И когда режиссер приходит Не готов Очень многие артисты Просто берут в свои руки Как раньше Берут А он становится по сути Человеком Который организовал Собрал Менеджер И подсказывает где-то текст Может быть работает над пьесой Режиссер это на самом деле Сложная профессия Потому что надо зажечь всех Как я уже говорил Когда он говорит Это будет великолепно Это успех У нас сейчас Друзья Это будет лучший спектакль А потом Когда будет спектакль Вопрос к нему Ну и где Завтра зажжет Игра втрою Но сейчас серебро В эфире страны Никакого перегруза Не будет театрального А будет легко Радостно Светло И невероятно Интересно Сюжет нам так и не раскрывает Придет завтра идти Не надо Смотреть Сложный Любовный Бермудский треугольник 19.00 Начал Постараюсь не упасть Я тебя сожму в руки Один сделать шаг дай Тихо-тихо Без фраз Буду медленно Я ждать Там где-то В уголке И если бы не знать Этот непростой Отказ Пройдет Я буду верить В лучшие Пройдет Мы были невезучие Пройдет Я буду мимо случая Пройдет Мы были невезучие И магнитами меня Ты потянешь Обещай Один долгий твой взгляд Только-только Отдай И пластинка Знакомая Доволен Но не моя Если бы не знать Наш холодный Первый май Пройдет Я буду верить В лучшие Пройдет Мы были невезучие Пройдет Я буду мимо случая Пройдет Мы были невезучие Дорогие друзья Вы слушаете И смотрите Телерадиоканал Страна ФМ Ну а завтра Вечерком А именно К 19 часам Вас в ДК Зоева Приглашают Наши сегодняшние гости Два Дмитрия Между прочим Можно потом нам Загадать желание Дмитрий Саргин Популярное имя В Санкт-Петербурге Оба кстати Из культурной столицы И я надеюсь Многие театралы Тоже уверен Меня поддержат Что не только В Москве Можно будет посмотреть Игру втроем Собирается ли Вот это Очень собираемся Нас зовут Ну надо просто Время И посмотрел На продюсера Конечно И больше нет Договориться Я думаю договоримся Отпросить теперь Дмитрия Урганта Да Тут Митя Скажем Сел на машину Приехал Мы играем А тут придется Мите целый день На постановку Я так понимаю Что это только Один состав В театре будет Несколько составов Здесь пока Только один состав Оригинальный Который без подверг Поэтому и начали Это делать Что мы друзья По жизни И давно знаем Друг друга Нам с друг другом Удобно Чаще Ребятки А Полина И Виктор Они получается Ну уже через тебя Тема пришли Как-то Я знал Всю команду Любил По КВНу Я тоже занимался КВНом Ну естественно У меня была команда И так смешно Мы пересекались В общем Я думал Как здорово Вот бы Не то что даже поиграть Просто вот Ребят Реквизит бы Поподавать И как жизнь Поворачиваешь Что я действительно Поиграл И поиграл С Митей И мне очень Приятно Именно как актер У нас случился Такой момент Когда артист не смог Режиссер Он должен знать Молодой режиссер Вот я одел костюм Вышел И был счастлив Потому что с Митей Очень интересно Работать на одной площадке Актерски Вот Ну и Спасибо И собственно говоря Не загадывая Все свершилось То есть я познакомился С ребятами Предложил им Поучаствовать И вот мы работаем И уже спектакль Так скажем А вы сейчас Во время паузы Говорили что На вкус и цвет Товарищей нет Мы сейчас Говорим 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 Естественно Будут люди Которым не понравится Без этого никуда Да неужели Да не может Если всем понравится Это подозрительно Этого не может быть Мы платим зрителям Нет Это значит Нас это наоборот Понравилось Действительно хорошие Слушайте Ну с другой стороны Хорошая критика Она в любом деле Не помешает Поэтому если это Не хейтерство какое-то Хорошая Здоровая А не как Ну просто Не можем Я говорить В социальной сети На моем предложении Кто-то писал Не видел уже Фу Надоели уже Эти спектакли Где три человека Играют Просто Понятно На трех делить Лучше чем на десятерых Да надоело уже Ну как Ну вы же не видели Говорят Да приходите Посмотрите И потом уже Будете говорить фу Вы сто процентов Будете говорить фу Раз вы так настроены Но вы должны Увидеть сначала Мы желаем вам успеха Спасибо Желаем вам полного зала И следующих Таких же интересных постановок Да пусть спектакль Игра втроем Который завтра На сцене Доказуева Случится Повторится 17 мая 17 мая Доказуева Пусть он живет Долго-долго Но еще какие-то новые Грандиозные Красивые Хорошие Качественные работы Появляются Мы хотим с Димой Сказать вам спасибо Каша Рома С вами очень приятно Общаться Спасибо Я очень редко хожу На интервью На телевидении На радио Только если есть инфоповоды И я сегодня получил Не знаю как Дима Я думаю он тоже Искреннее Истинное удовольствие Спасибо Идем вас всегда Очень-очень И очень рады Вас приглашаем Спасибо огромное Дмитрий Хрусталев Дмитрий Сарвин Друзья спасибо Телерадиоканал Страна ФМ Завтра доказуем Всем Субтитры сделал DimaTorzok